338 тысяч 400 рублей за два года, то есть 4 миллиона 378 тысяч 111 рублей отдаст, а 338 получит, разница 4 миллиона 40 тысяч. Это где эти деньги? На сегодняшний день я совершенно, вы знаете, я не люблю болеть каналы, но Анищенко, значит, сам того не хотел, я не знаю, но в передаче, вы смотрите, по первому каналу, в ВВК, они постоянно идут в политической передаче. Так вот он сказал, что если сегодня посчитать не по годам, а по часам, сколько работают наши люди, то несмотря на то, что на пенсию выходят за рубежом, там, очень поздно, да, вот на нашей цели, но они все равно работают по часам меньше, чем мы. Интенсивность труда сегодня просто сумасшедшая. Вы прекрасно знаете, сегодня матерям некогда воспитывать своих детей, дети брошены, школа их тоже не воспитывает. Понимаете, общество, ну, мягко говоря, мы куда-то катимся. Разве такое было в Советском Союзе? Вспомните, школа занималась и детьми, у матери было время воспитывать детей, да у семьи было время воспитывать детей. А это наше будущее. И посмотрите, сегодня наше будущее за них пришло. Хотя мы сегодня, если это, именно, беспокоимся за них. Понимаете? Мы за них беспокоимся. И сегодня я бы хотела прямо увидеть, давайте спасать наших мужчин. У меня реакция больше, чем у вас. Дело не в росте. Да хоть 58-й, разницы нет. Никакой. Нашим людям. Оно поразило даже президентом Центра иностранных интересов США Дмитрий Саилович. В свое время он, когда приехал в Россию, пришел к Гайдару, нашему реформатору великому. И он увидел в переходе бабушек и там, бабушек жилых людей, которые продавались и стали видеть то, что мог. Он был мужественным. Он приходит, а Гайдар его спрашивает. А чего ты такой расстроенный? Чего ты это? Слушай, вот такой вот видел. А ты не подумал о том, что наконец-то эти люди занимаются теми полезными делами. Так вот он так сказал, что такого отношения к людям я не встречал ни в одной стране. И этим людям доверена власть в стране. И вот они до сих пор, вся эта Гайдара, Гайдара, что и Чубайса, сейчас мафия, я по-другому сказать не могу, она находится в власти. И ничего мы сделаем. И я не знаю, как сегодня, когда нам учили нас проснется и поймут, что этих безобразных людей больше нельзя. Надо что-то делать. Всем. Я очень надеюсь, что в ближайшее время будут организованы пенсии в городе Донске по сбору подпетей о том, чтобы в стране был проведен референдум. Сегодня четко поднеизвестно, что 90% населения с ней не согласны. Но по центральным каналам, вы видите, как все чуть не несчастливы и соглашаются, что надо обязательно повышать миллионный возраст. Вот поэтому, говорю, надо проводить референдум наш национальный, и чтобы не доставить это сделать власти. Президент этого выступления не отчего, если оно кого-то не вытворило, но не знаю, понятно, что абсолютно, ну как сказать, я даже не знаю, как это и назвать, это выступление президента. Это предательство, потому что это уже давно. И еще раз, мы люди знали, что все творили, что у нас там какой-то несчастный спиртбанк, где третье принадлежит президентам в этом моменте. У нас везде и всюду практически придут иностранные комбинации. Сегодня вся торговля, практически все крупные сети, вот видите, там простотвашина, да, там видите, все. А это все принадлежит иностранным компаниям. Все крупные сети наши, которые здесь, они тоже принадлежат иностранным компаниям. В основном Голландия. Это отличный налогов, вы знаете, только так, грустно говоря, сегодня не развивается производство. То есть страна бегнет, а об этом ничего не говорят. У нас сплошные шоу, у нас все хорошо, у нас утра на вечер. Ну, если хорошо, то значит замечательно. Понимаете? Вот, во время сладок, министр финансов, он был с 2001 по 2011 год, он сказал, что да, мы отправляем все наши ресурсы за границу, потому что, ну, нет проекта, под который можно было бы давать эти деньги. Вот нормальное положение вещей. Так мы, дорогие и уважаемые товарищи, еще раз спасибо всем, кто пришел сегодня сюда. Нас мало, ну, как скажем, но мы всегда, что будем надеяться, что вы сегодня, как я говорю, шарафанное радио, скажете всем своим близким знакомым, что будут пикеты, и чтобы эти пикеты вы сену поддержали, что вы будете с нами собрать инструменты в городе ТОП. Ну и проем. Всего вам доброго. Спасибо за внимание. Дорогие товарищи, я только говорить не буду. Я коренной житель нашего района. Член партии с 1958 года. Но такого безобразия, как говорится сейчас, я не видел. О чем может говорить наш президент? О повышении возраста, пенсионного. Я работал в крупных предприятиях. До этого служил в советской области. И вот сейчас у меня и на руках, и на ногах не хватит пальцев. Сколько умерло водителей, характеристов, которые не дожили на ногах 50-50 тысяч, и, не говоря уже про шоэляхты, с его взглядом. Вы все смотрите телевизор. И вот я хотел обратить внимание. Где-то в конце зимы этого года выступал наш любимый Жириновский по телевизору в прямом эфире. В прямом эфире. Он сказал, врите всем. Вот сейчас наше правительство врет нагло всем. И вся. Как может президент привлечь предпринимателя к административной, а тем более к уголовной ответственности, если тот выпускает три парты, у него два человека на работе. Как он может взять пенсионера на работу? Скажите, мне не надо. И попробуйте его осудить. Мне пришлось до армии работать на Ижорском заводе. Мы все работали в три смены. Лично я работал в Кузнеечном прессовом цехе. Мой товарищ отливал. Мальчишками мы пришли на завод с полной сознательностью. Мой товарищ отливал на первый атомный ледокол «Ленингсталь». Мы ковали и вилки, и ножи, и бомбы, и все прочее. А сейчас этот Ижорский завод превратился в черт знает во что. Ижорские заводы, каждый цех отдельный выпускает Ижору хлеб, конфеты, карамельки и все. Но не было и нет у нас настоящего правительства. Коммунистическая партия разваливается за счет только наших пассивных жителей. Вот что я хочу сказать. Неужели сознания не хватает? Сука развалив, что и здесь все ходит. На три года сократив это. О нем еще все Россия узнает. На пять лет, боже. Всем в ладоши хлопают. Так чему хлопать-то? Еще раз повторюсь. Жириновский сказал врите всем. Вот правительство и врет. Используя все газеты, все телевизоры, все каналы. Все. Все. Просто не хватает. Слов. Слов не хватает, да, сказать вот это. Трещет. Еще хочу сказать. В 69-м году, я 10 лет прослужил на Дальнем Востоке офицеру. В 69-м году мы били истальских бандитов на реке Уссури. Так называемый домашний. Трещет. 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 Он может смыть все мосты, дороги, намыть вот эти острова. Из-за этого острова это намывные острова. Сегодня он есть, завтра его нет. Продолжение следует...